друзья всем привет как вы знаете компания бакздрав прислала мне вот такие замечательные закваски я выбрала закваски именно эти они мне больше приглянулись закваска сметана ряженка йогурт кефир и две закваски для правильного питания и похудения и сейчас мы с вами будем что-нибудь готовить из этих заквасок я пока еще не решила что мне хочется может быть йогурт он такой весенний и в чем прелесть этого видео мы с вами будем готовить из заквасок без термометра и мультиварки я покажу как определить температуру молока без термометра и как мы будем заквашивать весь этот процесс без специального оборудования конечно тем у кого есть и термометр и мультиварка им гораздо проще ну а мы с вами будем заквашивать по старинке итак друзья сейчас я буду делать йогурт хотела делать сметану но потом поняла что у меня нет сливок для сметаны нужны сливки а у меня только молоко и по инструкции нам предлагают использовать либо кипяченое либо пастеризованное молоко от 1 до 3 литров на один стик стик выглядит вот так вот его нужно открывать руками не используя ножниц вот и собственно наша сегодня задача делаем йогурт без использования термометра я уже ранее говорила что у меня нет ни термометра никаких то агрегатов которые с помощью которых можно измерить температуру жидкости поэтому мы будем с вами измерять ее методом тыка точнее двумя способами которые более или менее дают точные показатели точнее я буду использовать один способ но расскажу вам о двух и сейчас я буду нагревать молоко у меня вот такое молоко довольно вкусное 3 2 процента она ультра пастеризованное но думаю что это примерно то же самое что пастеризованное она сейчас немножко прохладная и мне нужно довести его до температуры от 38 до 45 градусов я поставлю его на плиту буду подогревать это все в кастрюльке и готовить собственно тоже буду в кастрюльке кастрюль должна быть эмалированная и давайте приступим и так молоко я переливаю кастрюлю ставлю на огонь и с помощью пластмассовой ложки периодически помешиваем буду доводить его до состояния подогретого что ли то есть до кипения нам не нужно доводить можно в принципе до кипения то есть есть два способа как я уже сказала можно довести до кипения и затем остужать его но можно другим способом который буду использовать я итак друзья я немного нагрела молоко на плите и у нас существует у нас вообще в мире да насколько я смогла узнать информацию существует два основных более-менее точных способа как определить температуру жидкости не имеет термометра и первый так сказать основной способ основан на замеривание времени которая проходит после кипячения жидкости в помещении как только вы вскипятили жидкость выключили огонь температура жидкости составляет примерно 95 градусов затем каждую минуту жидкость остывает приблизительно на 5 градусов то есть через пять минут после кипячения температура составит уже около 70 градусов нам с вами по идее должно потребоваться где-то 11 минут но так как я использовала ультра пастеризованное молоко а не кипяченое я его только слегка подогрела поэтому а если вы кипятили тогда используйте первый способ но если вдруг вы не не уверены в результате да что вот действительно прошло 11 минут после кипячения и температура составляет от 38 до 45 градусов тогда есть второй способ первое что нужно сделать поднести руку как можно ближе к поверхности и и расслабиться так сказать и как бы прочувствовать чувствуете ли вы что от поверхности жидкости исходит пар то есть как бы горячий воздух чувствуете или нет но у меня чуть-чуть наверно чувствуется далее если сильный пар соответственно вода жидкость очень горячим вот если чуть-чуть чувствуется так далее мы опускаем палец либо локоть в жидкость на 5-10 секунд если вам комфортно находиться в этой жидкости поздравляю вы добились нужной температуры если 10 секунд вы можно сказать терпите через силу значит температура превышает 45 градусов подождите несколько минут и все будет супер-пупер вот я собственно уже все проверила опустила туда локоть немножко помешала есть небольшой пар но он очень-очень легкий и я вот так немножко поразмешивала чтобы жидкость быстрее остывала вот принципе я довольно температурой именно вот тем той температурой как она ощущается моим локтем и теперь нам потребуется один вот такой стик опять же повторю использоваться металлическими ножами ложками ножницами нельзя поэтому я использовала пластиковую ложку и стик мы открываем руками и полностью все высыпаем туда и размешиваем до полного растворения всех всего содержимого пакетика ну можно помешать где-то не за может быть минуты 3-5 до чтобы удостовериться что полностью растворилась и распределилась по жидкости содержимое пакетика и далее в принципе по инструкции так как я делаю безо всяких приспособлений у меня нету мультиварки каких-то специальных составляющих для изготовления йогурта я собственно буду также оставлять все в кастрюльке я накрою тканью сверху накрою теплой курткой и в таком состоянии оставлю на 18 часов то есть там в куртке будет поддерживаться примерно комнатная температура 24-28 градусов и оставляем на 18 часов и далее посмотрим что у нас получится так у меня ощущение что уже все растворилось на ложке ничего не остается до до этого там были какие-то микро частички вот и вот таким образом я просто накрываю чтобы кошка не лазила и сверху накрою теплой курткой на синтепоне чтобы внутри температура поддерживалась примерно комнатная может быть чуть выше до 30 градусов и увидимся с вами через 18 часов и так друзья у меня прошло уже чуть больше 18 часов около 20 часов и давайте посмотрим что там получилось ха ха честно говоря ничего не получилось но для меня это новый опыт и я хочу сказать что он вообще не удался сама консистенция она не совсем жидкая как молоко она скорее как жидкий кефир то есть химия не удалась вообще хочу сказать что я уже знала об этом результате просто должна была снять это на видео я уже связалась с менеджером компании бэкстраф и мы этот вопрос обсудили и как объяснила мне девушка может быть проблема в трех моментах либо неправильное молоко знаете как неправильные коровы делают неправильное молоко либо не не чистая посуда в которой все это делалось либо нарушен температурный режим ну давайте разберем как бы посуду я мыла горячей водой предварительно ошпарила кипятком поэтому в принципе она не может быть грязной молоко использовалось ультра пастеризованное магазинное извините коровы во дворе у меня нету хотя производитель рекомендует использовать именно свое домашнее молоко ну к сожалению нет у меня коровы ни во дворе ни под кроватью поэтому использовалось магазинное ультра пастеризованное у нас в основном такое продают как бы бегать тоже по магазину искать чисто пастеризованное не ультра а просто пастеризованное тоже у меня как бы нету особого особой возможности да особые желания нету вот именно такое молоко насчет температурного режима тоже я бы поспорила потому что в принципе да у меня не было термометра и прочих таких навороченных штучек но я была уверена в своей температуре в том что температура именно такая какая нужна я бы хотела отдельно сказать о собственно упаковке и о инструкции внутри упаковки внутри каждой упаковки любую закваску вы заказываете там есть инструкция я прочитала всю инструкцию от и до нигде абсолютно нигде здесь есть и рецепты то есть я отсюда брала рецепт йогурта вот он нигде здесь не написано в какой емкости нужно готовить какую посуду использовать какой должна быть ложка например который вы размешиваете только температура и только основной ингредиент либо молоко либо сливки то есть и все ну вот я даже не могу больше ничего сказать инструкция не полная то есть если уж как бы даже не знаю мне просто эмоции меня переполняют вы уж извините меня в основном да я посмотрела как делают другие в основном люди делают либо в мультиварке либо в йогуртнице есть кто делают в кастрюле да пару видео я посмотрела но тоже двояко например ссылку которую мне порекомендовали да от компании бакздрав посмотреть на блогера он мужчина там был он делал из своего домашнего молока у меня нет домашнего молока я считаю что тут момент зависит от многого и от тары и от того чем вы размешиваете и от температуры и от вида молока и вообще от чего угодно может зависеть может от того что некачественная закваска просто производитель наверное не готов это принять и осознать и не знаю как то как сказать принять то что он предоставил некачественную закваску я ладно я согласна может быть первый раз не получилось кстати я уточняла молоко данное производитель не советует употреблять то есть оно считается испорченным его стоит вылить в раковину вообще это какая-то жуткая трата денег ты покупаешь молоко портишь его закваской из которой ничего не получается и выливаешь в раковину ладно я просто на эмоциях я думаю что вы меня понимаете мне посоветовали определенные марки молока использовать и все таки либо делать в йогуртнице либо в мультиварке либо на худой конец все таки обзавестись термометром и делать четко по инструкции соблюдая все температуры включая да там до тысячной вот в общем я попробую еще раз через пару дней вот просто как бы мы люди не богатые тоже чтобы молоко в раковину выливать поэтому буду пробовать ну не сразу а через пару дней так что вот так вот вот такой у меня результат получился ничего не заквасилось молоко надо выливать оно знаете такое получилось как клей оно как бы чуть-чуть ну не густое оно какое-то такое склизкое получилось вот пахнет кислым возможно что это не закваска сработала а просто само молоко начало киснуть поскольку оно стоит вторые почти вторые сутки уже ну как не вторые сутки второй день пошел да на столе просто то есть оно уже киснуть начало само по себе вот более 20 часов оно стоит так что вот так вот будем пробовать сколько молока не жалко хотя кстати дополнение представитель компании боксдрав меня уверяла что их закваски заквашивают любое молоко в том числе и некачественное то есть даже если у меня молоко было некачественное оно должно было закваситься ну вы видите что оно как клей такой склизкое в общем ладно спасибо за внимание будем пробовать еще увидимся в следующих видео пока 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 не забывайте не забывайте пока не забывайте что